Здравствуйте! В эфире программа Город С. Завершилась одна из важнейших событий года. Мы внимательно слушали ежегодное послание губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к жителям региона и депутатам Самарской губернской думы. В нашей студии лидеры общественного мнения, эксперты Светлана Ильина, председатель комитета Самарской губернской думы по образованию и науке. Светлана Сергеевна, здравствуйте! Здравствуйте! И спасибо, что приехали в нашу студию сразу же после завершения послания губернатора Самарской области. Вот что услышали в этом послании лично вы? Мне было очень отрадно услышать отчет деятельности нашего губернатора за пять лет, потому что именно в образовании нам есть чем гордиться. Ну, во-первых, построено уже девять школ, либо построено, либо реконструировано. Двадцать шесть школ прошли через капитальные ремонты. У нас сто восемьдесят восемь школьных автобусов, двести четырнадцать точек роста, которые открыты, пятьдесят четыре мини-технопарка. У нас абсолютно все дети начальной школы получают бесплатное горячее питание, и поэтому модернизируются пищеблоки. И мы часто устраиваем выездные мероприятия комитетские, когда наблюдаем, и правда сердце радуется, потому что какие красивые у нас становятся школы, пищеблоки. Наши дети, правда, очень счастливые. Вместе с тем мы услышали и ту программу, мы все ждем, а что же нас ожидает в будущем. И мы всегда волнуемся, потому что живем в очень непростые годы. Сначала у нас была пандемия, сейчас идет СВО. Все время мы боимся, что будет секвестирован бюджет. Но мы видим, что и за пять лет ни одна позиция, из которой была заявлена, она не была упущена из вида. И сейчас мы видим глобальные планы. У нас планируется строительство в ближайшее время еще девяти новых современных школ. Четыре из них будут введены уже в этом учебном году, в этом году, в 2023. Мне было отрадно услышать поручение губернатора, чтобы создать департамент высшего образования. В последние годы я часто общаюсь со студентами. И я вижу, что студенты – это та молодежь, которой тоже нужно управлять, руководить. И все время у нас вузы, они находятся вне системы образования Самарской области, а не федерального подчинения. Ну да, это так и есть юридически. Очень многие проекты проходят все-таки с вузами, со студентами, с преподавателями вузов. И очень правильное поручение, чтобы департамент высшего образования у нас при Министерстве образования и науки был создан. Более того, мы сейчас претендуем на звание столицы изобретательства. И, конечно, нам нужны дополнительные штатные единицы, потому что у нас есть те люди, которые посвящают себя науке и именно изобретают. И флагманом в этом направлении является наш самарский медицинский, первый, технологический. Очень надеюсь на то, что тот дефицит мест в детских садах, которые еще пока существуют, мы услышали, что мы практически ликвидировали, но все равно еще немного остается, особенно это касается ясельных групп. Мы абсолютно уверены в том, что теми темпами, которыми образование движется вперед, и этот вопрос будет решен. Разговор был и про педагогические классы, и они уже у нас сейчас в Самарской области открыты. И это направление очень перспективное. И по аналогии с педклассами было дано поручение открыть еще агроклассы для того, чтобы сразу взращивать специалистов сельского хозяйства. Безусловно, вызывает интерес проект Межвузовского кампуса. Это будет какой-то абсолютно потрясающий проект, город, в котором будут сосредоточены все технологии. А в то время, когда мы все время говорим о технологическом суверенитете, мы понимаем, что нам нужны те кадры, которые смогут сами не только замещать импорт, но и опережать развитие. И если действительно этот кампус будет построен, то мы с вами увидим совершенно иную Самарскую область, которая будет впереди всей нашей страны, это точно. – Ну и здесь ведь важный момент еще какой. Вот то, что вы сейчас перечислили, особенно вот создание департамента высшего образования, это действительно такой очень важный и неожиданный на самом деле ход. Ведь это способствует закреплению кадров. Вот это еще важная история. Потому что необходимо, то есть люди должны отучиться, и затем желательно, чтобы они остались работать здесь. О чем говорил. – Это самая главная наша цель. Сначала замотивировать наших выпускников, чтобы они шли учиться в наши региональные вузы. И здесь у нас существует мера поддержки в размере 10 тысяч рублей тем выпускникам, которые выбрали наши вузы. Ну и, безусловно, нам важно, чтобы после окончания вуза они оставались работать в регионе, и они уезжали из нашего региона. Поэтому я абсолютно уверена, что те векторы, которые заданы, они будут способствовать тому, чтобы кадры у нас оставались в нашем регионе, в Самарской области. – Ну и к тому же вам, как руководителю учебного заведения, как педагогу со стажем, с большим, ведь это же важно и интересно. Вот вы сказали про педагогические классы, про развитие педагогического образования, потому что, ну, понятно, что развитие образования невозможно без людей новых, вот людей, как бы принципиально по-другому дышащих, смотрящих на мир. И это невозможно без развития системы именно педагогического образования. – Соглашусь. И опять хочется отметить, что Самарская область является лидером в России. Мы в этом году запустили экспериментально программу, когда студенты старших курсов выходят на годичную оплачиваемую педагогическую практику. И потребовалось, конечно, изменение нашего законодательства. Вузам потребовалось изменять учебные планы. Но мы получили тех специалистов, молодых, которые уже в школах могли год проработав получить наставника и со стороны школы, и со стороны вуза, и для многих влюбиться в профессию с тем, чтобы в ней остаться. Потому что часто встречаюсь со студентами. И когда задаю вопрос, вы пойдете работать в школы? – Ну да, это важнейший вопрос. – Вижу в глазах страх. – Сомнения, скажем так. – Боятся наши студенты, боятся трудностей, боятся, что детей много в классах, боятся родителей. Это именно тот самый страх. И вот эта годичная практика, она позволяет увидеть совершенно с другой стороны, что бояться-то, в общем-то, и нечего, что дети – это тот эликсир молодости, который подпитывают даже опытных учителей. Всегда же говорят, что учителя молоды душой. Почему? Потому что они всегда находятся рядом с детьми. И, соответственно, родители – это первая помощь в школе, потому что все родители заинтересованы в том, чтобы детям было хорошо и комфортно. И поэтому они всегда охотно откликаются на просьбы классных руководителей. Они готовы поддерживать учителей. И на самом деле все не так страшно. Зачастую даже очень интересно. Светлана Сергеевна, большое спасибо за интересную, содержательную беседу. Понятно, что послание губернатора программа очень большая, насыщенная. К сожалению, время наше ограничено, но я уверен, что мы еще с вами пообщаемся, обсудим ее, но и в том числе и другие вопросы. Большое спасибо. Напоминаю, на нашей студии была Светлана Ильина, депутат Самарской губернатской думы, председатель комитета думы по образованию и науке. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!